Кажется, наконец наступила настоящая зима. Вот только водители это не очень радуют. Пробки за выпавшего снега, плохая видимость, да еще и пешеходы перебегают дорогу не там, где положено, а там, где вздумается. Кстати, для предотвращения подобных вольностей нормативными актами предусмотрено ограждение около каждого регулируемого перехода. И вот теперь их установка полным ходом идет в нашем городе. Отдел ГИБДД по городу Рязани данный вопрос совместно с прокуратурой подняли и по решению суда обязали администрацию города устанавливать данные пешеходные ограждения. До конца этого года планируется установить более четырех погонных метров ограждения. Для этих целей администрации выделено 5 миллионов рублей. Но что значит деньги по сравнению с человеческими жизнями, которые эти сооружения помогут спасти? За 11 месяцев этого года на территории областного центра произошло 314 наездов на пешеходов. В них 19 человек погибло и 309 получили телесные повреждения. 154 происшествия случились по вине пешеходов. Именно вина в том, что они переходили проезжую часть в неустановленном месте, в том числе и рядом с пешеходными переходами. Необходимость установления подобных ограждений понимают и приветствуют как пешеходы, так и автолюбители. Для того, чтобы не шлепали, где попало. А как вы считаете, нужно действительно полезно? Нужно, нужно. У нас такие мы бабки-то. Конечно, нужно и полезно. Для этого есть светофоры и есть переходы. Люди иногда 10 метров не могут пройти, чтобы пройти по переходу. Переходов и так достаточно много, поэтому все правильно. Я считаю, даже очень будет удобно для пешеходов. Хотя бы по дорогам бегать не будут. Остается надеяться, что нашим гражданам не придет в голову преодолевать и эти препятствия на пути к нарушению правил дорожного движения. Особенно сейчас, когда на дороге нужно быть крайне осторожным и пешеходам, и водителям. Хочется обратиться ко всем водителям нашего областного центра в связи с погодными условиями воздержаться от управления личного автотранспорта. Если есть необходимость, то соблюдать несложные правила, которые помогут безопасно управлять машиной зимой. Это уменьшенный скоростной режим, соблюдение дистанции до впереди идущего автомобиля, боковой дистанции, ну и естественно повышенное внимание.